МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Иркутске проведено совещание по вопросам дошкольного образования. Возродить вытрезвители в стране готовы 29 регионов, в том числе за Байкальский край. Подробности сегодня в международной программе «Середина земли». В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Анна Просекина, и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. И мы начинаем. Все на выборы и желательно в одно время. Для досрочного голосования может понадобиться уважительная причина подкрепленная документом. Соответствующие поправки в региональный закон об основных гарантиях избирательных прав предлагает внести губернатор Иркутской области Сергей Левченко. О последствиях, которые наступят, если закон будет принят, журналистам рассказал заместитель главы при Ангаре Виктор Игнатенко. Другие вице-губернаторы также поделились своим видением перспективы отрасли, которые курируют. Слово Татьяне Веретиной. Сначала об инициативе, которая в случае ее одобрения повлияет на избирательный процесс в регионе. Внести изменения в закон о досрочном голосовании. Нововведение, предложенное губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, детали журналистам объясняет заместитель главы региона Виктор Игнатенко. Если законопроект пройдет, в будущем избирателям при Ангаре, чтобы проголосовать раньше срока, понадобится очень уважительная причина. Отрегулировать вопрос причины, уважительности причины досрочного голосования, чтобы это подтверждалось документом. Или это будет командировка, либо человек будет в санатории. Но такого не должно быть, когда у нас прецеденты были. Граждане перед выборами десятками, сотнями снимаются с регистрации, прописываются в соответствующем поселении сельском. От темы законодательства к тому, как планирует жить в 2016 году село, рассказывает руководитель администрации Устердынского округа Марина Иванова. Летом в поселке Новонокутск пройдет традиционный бурятский праздник Сурхарбан. Масштабное спортивно-культурное мероприятие ежегодно собирает сотни участников и тысячи зрителей. По словам Марины Ивановой, специально к Сурхарбану в поселке будет построен физкультурный комплекс. Ориентировочная стоимость объекта 60 миллионов рублей. Новая спортивная инфраструктура позволит развивать национальные игры. Здесь надо, конечно, открывать, ну, наверное, или содействовать в открытии школы высшего мастерства. В этом направлении, конечно, мы будем работать по... перенимать опыт из других регионов, и, ну, как бы, отдел над этим курсом работает. Отчеты о строительстве ФОКа, а также других объектов, которые возводятся в муниципалитетах, можно будет посмотреть на специальном портале. Он называется «Открытое правительство». Работа сайта в компетенции руководителя аппарата губернатора. Дмитрий Чернышев поясняет, на электронном ресурсе будет публиковаться информация о деятельности руководителей районных администраций и областных министерств. Также любой интернет-пользователь сможет высказать свое мнение о работе того или иного чиновника. Когда чиновник будет понимать, что практически все, чем он занимается повседневно, и за определенный период времени станет расстоянием открытости, публичности и гласности, то, наверное, и психология чиновника в этом плане поменяется. Поэтому задача основная такая стоит. Пока интернет-ресурс работает в тестовом режиме, по-настоящему открытым это правительство станет на следующей неделе. В Иркутске более 40 тысяч детей посещают детский сад в возрастной группе от 3 до 7 лет к концу 2015 года. Местами были обеспечены все, очередь ликвидирована. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на совещании, посвященном выполнению указа президента России о доступности дошкольного образования. Работа в этом направлении будет продолжена и в наступившем году. Новые детские сады будут построены на улицах Байкальской и Зимней. В марте в собственность города будет передано здание детского сада, собственность крупной энергетической компании. Выкуп нового здания детского сада в восьмом микрорайоне тоже планируется в начале марта месяца. Сейчас идут окончательно отделочные работы, что позволит нам обеспечить в данном микрорайоне детей дошкольного возраста от полутора до трех лет. Итог совещания. Для решения кадрового вопроса в дошкольных учреждениях поданы заявки в центр занятости. Кроме того, проводятся регулярные встречи с будущими воспитателями, студентами педагогического колледжа и института. Первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал на учебно-тренировочном комплексе мотострелкового соединения Восточного военного округа. Он дислоцируется в Забайкальском крае. Подробности знает моя коллега Татьяна Салихова. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллега. В течение пяти дней разведывательные отделения мотострелкового соединения будут состязаться в выполнении упражнений и учебно-боевых нормативов по различным дисциплинам программы профессиональной подготовки войсковых разведчиков. Помимо сложной программы конкурса, разбитой на пять частей, дополнительным испытанием для военнослужащих станут суровые сибирские морозы от минус 30 до минус 40 градусов. Сильнейшие определятся по итогам десантирования из десантно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ, преодоление пятикилометровой дистанции кросса, прохождение тропы разведчика, выполнение стрельб, вождение боевых машин пехоты и организации засады. Теперь к другим новостям. Возродить вытрезвители в стране готовы 29 российских регионов, в том числе Забайкальский край. Острая эта тема была вновь поднята недавно. Поводом послужил шокирующий случай в Белграде, где от удара врача скончался пациент, который, по словам медперсонала, находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, последний вытрезвитель в Чите закрылся в июле 2011 года. Частично заменить его было призвано отделение медпомощи лицам, находящимся в алкогольном опьянении. Как оно работает сегодня, узнавала Марина Кузнецова. По одной из версий, врач в Белгородской больнице начал драку после того, как пациент, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ударил в медсестру. Напомним, мужчина скончался на месте. Этот случай вызвал громкий общественный резонанс и вновь был поднят вопрос о возвращении вытрезвителей. Напомним, они были закрыты в 2011-м в связи с реформой МВД. Функции передали Министерству здравоохранения. В конце 2012-го в Чите при наркологическом диспансере появилось отделение медпомощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Отделение было открыто по адресу улицы Верхоленская-1. Оно было рассчитано на одномоментное пребывание 15 пациентов. Был организован штат, были выделены площади, палаты. Но, к сожалению, за весь период существования, а просуществовало оно до августа 2014-го года, обратилось в это отделение 140 пациентов. То есть, по сути, оно было не заполненным. Специалисты работали впустую, койки у нас пустовали. Причина пустующих коек – принцип добровольности. Теперь нетрезвые граждане должны подписать согласие о нахождении в медвотрезвителе. Мало кто на это соглашается, а насильно держать нельзя. Исключением может стать буйное поведение или нарушение закона пьяным гражданином. Но тогда им должна заняться полиция. А если у человека в состоянии алкогольного опьянения травма или отравления, то его везут в больницу, к примеру, в токсикологическое отделение Первой городской. Если же степень алкогольной интоксикации средняя, то сотрудники полиции и скорой помощи доставляют граждан в медвотрезвитель, функции которого сегодня выполняет отделение неотложной наркологической помощи на Амурской 65. Но койки здесь в основном также пустуют. За этими людьми просто наблюдают. То есть им какую-то медицинскую услугу не оказывают. Манипуляции с ними не совершаются. За ними просто наблюдают. То есть они самостоятельно здесь вытрезляются. Некоторые бывают очень агрессивные, бойные. То есть они как опасны могут и для окружающих. То есть здесь необходимо именно полицейское какое-то вмешательство. То есть сотрудники полиции. Были такие конкретные случаи, когда были пациенты буйные и приходилось вызывать полицию, да? Бывало такое, да. Идею возрождения вытрезвителей в былом виде сегодня поддерживают политики, медработники и обычные граждане. Больницы не приспособлены для лечения буйных алкоголиков. Нет гарантии физической защиты медперсонала. А в жизни и на улице пьяные зачастую причина различных происшествий и несчастных случаев. Сегодня, по информации газеты «Известия», 21 субъект готов возродить на своей территории медвотрезвитель. Еще 8 субъектов, в числе которых Забайкальский край, будут готовы поддержать инициативу при условии достаточной проработки вопроса на федеральном и региональном уровнях и достаточном финансировании. Марина Кузнецова, Сергей Миртов. Время новостей. В Читу из Улан-Удэ прибыли артистки бурятской эстрады и коллектив под названием «Три стихии». Их концерт состоится во Дворце молодежи Мегаполис 30 января. Первой с артистами встретилась наша съемочная группа. Артистки известны в Бурятии и за ее пределами. Каждая на сцене олицетворяет свою стихию – земля, вода и огонь. В один коллектив их привела дружба. При этом девушки выступают сольно. На ютубе их клипы имеют тысячи просмотров. Большой проект, который называется «Три стихи, три судьбы, три истории», он возник уже давно. Мы с этим проектом объездили уже немало городов. Москва, Санкт-Петербург, всю Якутию, Калмыкию даже. И вот хотим очень порадовать своих земляков из города Читы. Потому что я когда-то здесь жила. Впрочем, своими выступлениями артистки уже радовали забайкальских зрителей. В октябре 2014 года в Чите прошел благотворительный концерт, средства от которого пошли на восстановление сгоревшего главного храма – Агинского дацана. Было мероприятие по сбору средств строительства Агинского дацана, восстановление Сокчиндон. И вот мы вместе с Ериной Барахитовой приняли участие в этом благом деле. Большой благотворительный концерт был в Доме офицеров. На этот раз в Чите артистки одними из первых откроют череду праздничных событий к Сагалгану. На концерте трех стихий будут звучать хиты бурятской, российской и зарубежной эстрады. Всех зрителей ожидают экстравагантные, очень интересные наряды. И шоу «Балет «Пятый угол»» – это трое молодых ребят, эксцентричных ребят, которые не боятся принять на себя, одеть на себя различные образы. Я думаю, в любом деле, когда вносишь очень глубокий смысл, моральный, духовный смысл, оно всегда дает свои отклики. И таким образом мы понимаем, когда мы вместе, и молодежь, и наше уважаемое старшее поколение, когда мы вместе, действительно в этом появляется какая-то та особая сила. Мы за это, мы за единство. Сегодня артистки стали участницами «Круглого стола» наряду с членами Забайкальской региональной общественной организации «Бурят». Во время встречи они обсудили развитие бурятской культуры, а также детали предстоящих концертов, до которых, кстати, осталось чуть больше двух недель. Концерты трех стихий зрители увидят 30 января во дворце молодежи «Мегаполис» в 16 и 19 часов. Можешь ты не искать на небо, можешь ты не искать, где угодно. Покупай там, где ты едешь, и ты молодой, и это плотно. Марина Герасимова, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. Столица Китая – Пекин и прилегающие к нему районы прекратит использование угля к 2020 году в целях предотвращения смуга и улучшения качества воздуха. Среди возможных мер замена угольных печей на электрические и газовые. Особое внимание уделяется зимнему сезону для предотвращения ситуации декабря 2015 года, когда отмечался рекордно высокий уровень загрязнения воздуха. На связи с нами коллега из Пекина. Здравствуйте, что еще интересного у вас? Здравствуйте, коллеги. В студии Сянжунай. В ближайшем минуте мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. К приходу года обезьяны готовы. Китайские супермаркеты пополнили новые коллекции. О том, какие вещи с символикой 2016 года становятся популярными, знают мои коллеги. С виду обычное черное пальто, но это только спереди. А сзади – красочный символ 2016-го. Забавная обезьяна, изучающая меню. Китайские бренды придумывают самые необычные картинки, привлекающие внимание. На рекламе у нас король обезьян Сун Ухун. Если во фразе «король обезьян открывает год» переставить иероглифы, то получится пожелание процветать весь год. Мы сделали эту фразу центральной в нашей рекламной кампании. Настоящее обезьянье нашествие. Веселые мартышки и грозные орангутанги повсюду. На посуде, подставках для кастрюль и, естественно, на предметах декора. И в китайских, и в иностранных торговых сетях. Вместе с обезьянами часто размещают и другие символы, которые в китайской культуре очень популярны. Вот здесь, например, это цветы сливы и праздничные фонарики. Это пожелание счастья, благополучия и радости. Особенно популярны ювелирные украшения с символом года. Китайские ювелиры, как и пиарщики, с удовольствием играют со словами. Фраза «обезьяна в ракушке» в китайском языке созвучна с фразой «охраняемый всю жизнь». Такой подарок – очень необычное пожелание быть хранимым от бед. А вот обезьянки, закрывающие лапами глаза, уши и рот, придуманы несовременными дизайнерами. Это более древний символ. «Есть такое древнее выражение – не слушать того, что не нужно слышать, не смотреть на то, что не нужно видеть, и не говорить того, что не нужно говорить. Это залог счастливой жизни. Каждый из обезьянок весит всего один грамм. Три грамма стоят всего несколько сотен юаней. Их хорошо покупают». Всего за месяц после начала продаж было реализовано более 8 тысяч таких обезьянок. А еще большой популярностью в Китае стали пользоваться золотые марки. На каждом из тончайших золотых листов выгравирована обезьяна. Точь в точь, как на недавно выпущенных почтовых марках, которые тоже раскупают, как горячие пирожки. Юлия Жень, Шэньсинь, СиСи ТиВи. Несмотря на то, что в Пекине плюсовая температура и совсем нет снега, жители и гости столицы могут погрузиться в настоящую зимнюю сказку. Стадион «Птичье гнездо» приглашает всех поклонников зимних видов спорта на седьмой фестиваль льда и снега. Там можно попробовать себя практически во всех олимпийских дисциплинах, начиная от лыж и коньков, заканчивая керлингом и биатлоном. Фестиваль будет работать почти два месяца. Ожидается, что его посетят более ста тысяч гостей. Коньки, лыжи, керлинг, хоккей, сноуборд и не только. Все эти зимние виды спорта можно попробовать в одном месте, не выезжая из Пекина. На стадионе «Птичье гнездо» открылся традиционный фестиваль льда и снега. С одной стороны, мы хотим улучшить наши услуги. Кстати, площадь искусственного снега в этом году самая крупная за всю историю наших фестивалей. А с другой стороны, мы снизили стоимость входного билета, чтобы больше людей могли попробовать себя в зимних видах спорта. Организаторы фестиваля устроили настоящую зимнюю сказку и для маленьких посетителей. Дети просто в восторге от ледяных горок и аттракционов. Также с удовольствием пробуют себя в настоящих видах спорта зимней Олимпиады. Мы попробовали хоккей, керлинг, лыжи, сноуборд и биатлон. Такие виды спорта мы никогда не пробовали, видели только по телевизору. Это первый наш опыт. Очень здорово. Кроме отдыха для тела, жителям и гостям столицы также предлагают и отдых для души. На стадионе разместили настоящий музей со скульптурами из льда и снега. Главной темой выставки стала зимняя Олимпиада. Как сообщают организаторы мероприятия, седьмой зимний фестиваль в птичьем гнезде продлится до конца февраля. Дзан Тюхун, Намила, СиСиТи. Итак, у меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин